сегодня у нас 28 июля 2022 года традиционный наш вебинар по четвергам для белорусов вот ну и как всегда мы начинаем с философии проекта начинаем с проблем вот ну и прежде чем проблемы конечно представлю еще раз алексей новомович меня зовут 2005 года являюсь программистом 2014 партнером по продвижению skyworld комьюнити вот ну и все это время наблюдаем участвуем вот и развиваем наш краудфандинговый проект вот ну и переходя к основной части презентации философик нашей не для кого не секрет что назрело огромное количество проблем в транспорте вот как в транспорте но это пробки аварийность коллапсы всевозможные транспортные загрязнения окружающей среды вот но если допустим с вот такими повседневными вещами ну то есть есть проблемы как в обычном транспорте так в общем то есть проблемы в в логистике и в том числе грузовых в грузовом транспорте то есть сама транспортная система сейчас находится в можно сказать сам пиковом развитии вот и необходимо искать новые какие-то решения вот по чтобы ускорять процессы чтобы мир не стоял пробках ну и так далее вот ну и такие решения уже на сегодняшний день есть это струны транспортной системы которые являются над земными то есть в общем то они поднимаются над всеми этими проблемами земными вот ну и соответственно могут обеспечить принципиально новый комфорт передвижение то есть это и без пробок и скорость другая и ландшафты всевозможные вот ну и все почему струны транспортной системы потому как в основе рельса лежит струна вот ну и сама струна по себе позволяет делать очень длинные пролеты то есть если допустим возьмем железнодорожный рельс там у него ограничено это мы знаем железно это рельса там и 30 метров здесь может быть до двух километров одним пролетом то есть это и гибкая и жесткая в то же время и в общем то это сердце технологии поэтому за это струнные транспортные системы но естественно поднимая транспорт на второй уровень над землей вот мы получаем ну ряд преимуществ нет необходимости зарывать водоемы связать где-то горы там но так далее то есть мы абсолютно легко вписываемся в ландшафт вот не меняя не портя природу и в общем-то вписываемся в нее очень красиво и ну так скажем экологично вот ну и уже решение она есть вот 2014 года это решение развивается так немножко вижу проблемы со связью но надеюсь все таки будет неплохо так мы вот видим что в мариной горке уже такой вот казалось бы пролет 400 метров всего-навсего вот но тем не менее мы видим как как изящно как ажурно все это выглядит как такая некая ниточка на фоне неба то есть транспортная система уже в действии вот ну и есть несколько разновидностей вот если мы там видели лёгкую трассу вот эта трасса чуть по тверже по это даже фирменная трасса вот ну и здесь мы видим что можно двигаться не только снизу но и сверху и вот мы сверху увидим здесь высокоскоростной в небос и снизу городской у небос для меньших скоростей вот и для для решения для города все это уже есть в беларуси есть по сути дела технологии уже находится на четырнадцатом этапе автором технологии является антон даже чиницкий вот который посвятил всю свою жизнь развитию данного транспорта вот ну и мы принципе есть вся история его деятельности где он и в подмосковье делал полигон где зил поднимал на стальных вот таких вот колесах и всевозможные измерения в аэрономических трубах конференции и книги и огромное-огромное количество было проделано работы для того чтобы прийти туда где мы сегодня находимся вот ну и сам по себе транспорт он является на сегодняшний день идея самым наверное не наверное а точно самым идеальным решением самым правильным самым экологичным самым дешевым простым то есть самым ну и в общем-то идеальное решение которое сейчас им можно вообще и существует на на планете вот вот но если сравнивать наш транспорт с другими всем там железными дорогами монорельсами автобусами когда это все самое низкий он по затратам по капитальным затратам то есть нет необходимости строить огромные массивные дороги достаточно такой тонкой струнки на фоне неба то есть понятно что это все дешевле эксплуатационные расходы тоже минимальные потому как нет необходимости чистить там снег песок еще что-то делать то есть латать ямы каждый год вот ну в общем по эксплуатационным расходом минимальный расход энергии тоже минимальный потому как маленькие эти капсулы которые перемещаются на на электроэнергии вот тоже потребляют минимум энергии это не огромные там поезда которая тяжеленная и где в общем то если взять пассажирский вагон вот у которого масса там 50 тонн он переводит 50 пассажиров то есть по сути дела он везет не не пассажиров а ведет сам себя вот ну и в общем-то энергия уходит на перевозку самого поезда нежели людей здесь же все наоборот то есть перевозятся люди они транспортное средство пропускная способность максимальная за счет того что можно транспорт ну во первых все на автоматике то есть можно каждые две секунды отправлять транспортное средство то есть за счет чистоты за счет универсальности можно пропускную способность сделать даже больше чем в московском метро или минском метро загрязнение окружающей среды минимальная ну потому как это по сути дела электрокар на остальных колесах вот который движется над землей то есть загрязнение окружающей среды минимальная транспортная аварийность тоже на минимуме находится то есть ну если взять допустим сравнить аварийность на в автомобильных дорогах это порядка полутора миллионов смертей в год вот если взять самолет воздушная именно авиацию там статистика говорит о где-то о тысячи человек в год то есть полтора миллиона и тысяча то есть это она получается на два порядка разница на два нолика по сути дела то есть сто раз аварийность самолетах они ниже чем в автомобильных дорогах вот ну и в общем-то струнных транспортных системах так аварийность может быть еще ниже то есть не тысячу человек год а я дам даже 100 и менее это это может быть не от столкновения каких-то просто от перегорелся кто-то там на норе или от старости вот в общем само по себе транспортное решение вот как мы уже выяснили является конкурентоспособным вот наиболее востребованным вот ну и создана целая линейка подвижных составов для разных условий для разных применений для города для межгорода для где-то в горах где-то в лесу где-то вот мы же видели марина горки решение для рыбаков то есть абсолютно универсальная для грузовых в том числе то есть все это все эти решения уже или многие из них уже и работают и уже в принципе готовы к внедрению за 40 лет роста технологии и либо было огромное количество дипломов сертификатов патентов все это можно посмотреть на сайте инженера юницкого то есть компания заустроенной технологии то есть все эти сертификаты они имеются все это можно посмотреть в интернете в публичном доступе так здесь не знаю фотография вас полностью погрузилась либо нет ну вот это одно из зданий в ницке находится на железнодорожной 33 вот ну тоже улица железнодорожная как мы иногда шутим скоро ее переименуют в струнно струнно-транспортную 33 вот здесь находится основное головное здание компании в общем-то где находятся все мозги инженеры архитекторы дизайнеры бухгалтеры юристы и так далее и так далее но и вот уже у нас буквально на прошлой неделе приезжала делегация в том числе из испании вот делегацию нашего испании пустили туда в это здание посмотреть пофотографировать вот я тоже присутствовал ну было довольно интересно все это так номер дома до 33 две троечки да так ну это у нас здесь мозги сейчас секундочку на подгрузился слайд вот здесь у нас находятся руки это находится в шабанах на тоже производственное здание тоже в котором нам посчастливилось побывать здесь в общем-то с происходит непосредственно сборка подвижных составов и которые дальнейшем отправляются и либо в марину горку на тестирование либо в объединенные арабские эмираты в общем-то пока пока у нас сегодняшний день два направления вот ну и здесь вот марина горки является в общем-то площадка для тестов площадка для демонстрации для проведения всевозможных мероприятий вот ну и в общем то когда вот это решение было показано в мариногорке был девятнадцатом году приезжал на экофе снара больше пяти тысяч человек в один день вот все ездили и в общем-то интерес проявили обезьян арабские эмираты ну и предложили анатолию дарычу юницкому провести сделать решение для как они сказали более экстремальных условий для страны с очень чрезвычайно жарким климатом вот ну и антолий дарыч юницк сказал что без проблем где надо там и сделаем вот сказали бы сделать в антарктиде сделали бы в антарктиде вот сказали сделать здесь значит сделаем здесь ну и в общем сейчас нас на сегодняшний день есть два центра продаж центр демонстрации один находится в беларуси этому который охватывает европейскую часть ну как планеты да а это 2 находится в шар же который охватывает ближний восток охватывает африку индия то есть вот тот тот регион куда в общем-то и прижал огромное количество туристов в этом году и прошлом и было огромное количество репортажа снята весь двадцать первый год прошел под знаком всевозможных радио теле репортажей вот потом все это перешло плавно в двадцать втором году в экспо в дубае посвященную 50-летию дубае и вот по информации больше ста больше ста вот за полгода больше ста правительственных и бизнес делегаций посетила наш технопарк вот именно в шарже ну и все как бы остались очень довольны и пишут писали самое полезное самое теплое такие отзывы о компании ну и вот тоже видимо одна делегация это было из африки вот я натуре даже чиницкий мы видим развернул целый целое досье то есть мы видим это какая-то одна из трасс вот но так как трассы длинная то вот такая вот получается прям гармошка которую он развернул и демонстрирует для гостей из африки вот ну и такие делегации они проходят каждый каждую неделю фактически в том числе мы посмотрим новостях мешков чуть позже кто же к нам приезжал в очередной раз в принципе переходя к таким глобальным планам то есть технология универсальная может охватить она фактически весь мир вот ну и вот как такой некий взгляд в будущее мы вот смотрим эту картинку и понимаем что города могут быть могут выглядеть вот так то есть не так как мы привыкли видеть их сейчас а могут выглядеть вот так и это в общем то соответствует представлением наверное о том как должно выглядеть города в двадцать первом двадцать втором веке вот это куда мы будем идти так ну и сегодня говорим краткой технологии кто хочет углубиться в подробности у нас есть предыдущие записи можно посмотреть вот ну и так вот может выглядеть станция где-то в городе то есть мы видим многоуровневая опять же развязку снизу находятся у нас пассажиры которые поднимаются нужный не необходимый этаж и дальше перемещаются в нужном им направлении так ну и да переходя к дню сегодняшнему на сегодняшний момент мы находимся в преддверии 15 этапа то есть по бизнес-плану начинали в четырнадцатом году был бизнес-план вот был разбит на 15 этапов 14 этапов мы уже фактически пошли то есть подходим к концу 14 вот ну и на 15 этап остается достроить трассу высокоскоростную длиной 20 километров и трассу для контейнер перевозок но сейчас вот ведутся работы на трассы для контейнер перевозок и я так понимаю что по последним этапом это будет как раз таки высокоскоростная трасса ну и в общем то на 15 этап остается где-то сто 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 пятьдесят миллионов долларов то есть которые привлекаются через краудфандинг краудинвестинг вот где люди которым эти технологии нравится принимает участие финансирует и получает какую-то свою маленькую долечку в компании то есть по сути дела краудфандинг но он акционерный то есть где люди которые поддерживаются ноги получают не кусочек не продукт а получают долю в компании то есть акционерный краудфандинг либо краудинвестинг так ну и естественно так как людей все это происходит все все взаимодействие происходит через личные кабинеты то есть человек которому технология понравилась он регистрируется в личном кабинете выбирает пакет который ему по карману и финансирует технологию то есть есть люди которые строят это вот наши минские инженеры где же команда больше 600 человек и есть люди которые ее финансируют то есть люди которым эта идея нравится которых есть деньги которые хотят все это поддержать очень много людей пришло на экологический аспект именно кто то кто то пришло в общем то каждый приходит по своим соображениям поэтому изучайте проект если у нас есть новички сегодня если кто то смотрит записи есть огромное количество информации вот это все можно посмотреть в интернете поговорить с человеком который вас сюда пригласил вот определиться закрытики это вопросы которые имеются мы дальше уже принимать решение нравится ему это или не нравится ну и почему выгодно поддерживать технологию ну опять же возвращаясь к основам то есть это проект который очень может быть очень может быть глобальным случае успешной реализации который решает огромное количество проблем которые мы уже перечить перечисляли ну и в общем то тот проект который решает проблемы естественно он является востребованным и ну его стоимость его акций в дальнейшем тоже растет то есть в общем то как как любая там как apple как microsoft то есть компании которые прошли путь от стартапа до уже повсеместного внедрения поэтому по сути дела мы сейчас находимся на ранней стадии ну в принципе уже не такой ранней стадии уже более зрелый то есть стартапа уже таком зрелом в своем состоянии поэтому принимаете участие поддерживаете вот ну и доведем уже проект вот до его запуска то есть внедрение в жизнь ну и в общем то наслаждаться своими результатами своего труда так ну и переходя к новостям надеюсь ну презентация была немножко такая короткая в этот раз вот сокращенном варианте ну я думаю что в принципе должно быть такими крупными мазками понятно вот но переходя к новостям вот на этой неделе были опять очередная у нас делегация была были у нас тоже некие инженерные штучки ну и вот например интересный момент это уже уже побывав на прошлой неделе на производстве уже смотришь на эти фотографии немножко по-другому ну и где-то вот узнаешь нам-то с собой телефоны запретили брать вот но тем не менее вот уже в голове картинки воспринимается немножко по-другому вот ну и вот на производстве компании разработчика струнного транспорта начались испытания нового способа фиксации струнных рельсов ну то есть так как у нас струнные конструкции струны необходимо закреплять вот и раньше закрепляли их специальными вот тут написано ну как вот их называют цанги то сейчас концы струнного рельса фиксирует приспособление под названием цанга такое цанга как штанга только цанга габариты этого устройства не всегда позволяют скомпоновать анкерный узел нужным образом из-за этого возникла идея разработать собственный способ анкерения вот мы опять же вот мы уже неоднократно сталкиваемся с тем что постоянно придумываются какие-то интересные штуки то есть инженерные именно штуки которые позволяют оптимизировать конструкцию ну и вот какое придумали решение генеральный конструктор анатолий юницкий предложил фиксировать концы троса специальным зажимом этот метод позволит уменьшить металлоемкость анкерных узлов снизить расходы и упростить монтаж конструкции ранее такая технология еще не использовалась в сфере пассажирских перевозок ну и вот можно посмотреть мы видим здесь короб в нем лежит такой вот красный прибор я так понимаю что то есть то самое приспособление туда зажимается трос вот ну и потом видимо под каким-то натяжением пытаются его вытащить вот создаются усилия вот ну и вот он то есть так вот проходит испытание ну это такой маленький очередной вот такой технический ну можно сказать секретик который нам приоткрыли завесу во внутреннюю кухню на производстве так дальше очередная у нас получается была делегация на этот раз уже из индии центр испытания струн технологии в шарже посетили студенты энергетического университета имени пандита дендаяла индия состав делегации вошли учащиеся которые специализируются в нефтяной инженерии машиностроении гражданском строительстве электротехнике и других областях группу совпадал доктор правин код гири доцент кафедры химического машиностроения основатель центра исследования биотоплива и биоэнергетики особое внимание гости уделили макету линейного города ну в общем то мы видим фотографию здесь снизу как студенты ее видим обступили смотрят и внимаются я думаю себе память чтобы в дальнейшем нести это уже в свою страну ну вот ну и когда картинка в голове создана то естественно при так как они кто-то здесь инженерии и гражданское строительство то в общем то потом все это будет всплывать в голове вот и ну в общем как вирус вся эта все эти идеи они распространяются ну в хорошем смысле конечно же по планете вот вирус линейных городов вот и новой концепции жизни вот ну и еще одна тоже отдельное направление это Анатолий Анатолий Эдуардович Ницкий выступил в видеообращении вот ну и вот такое видеообращение было на 20 минут где он подвел кое-какие результаты подбил то есть рассказал о своих планах вот ну видео если бы у нас была возможность его показать посмотрели бы потому что видео хорошее и там много нужной информации но тем не менее есть вот небольшой такой экскурс в принципе при желании можно будет его это видео разобрать попозже иногда у нас Олег такие делает разборы вот видеорепортажи ну и можно в принципе в следующий раз его более подробно коснуться вот но сейчас если кратко то ведутся работы как получается как шарджер вот и на второй линии завершён монтаж 46 промежуточных опор и строительство первой анкерной опоры заложен фундамент и нижний уровень бетонных стен второй анкерной опоры завершить работы планируется осенью двадцать второго года вот на четвертой линии произведен монтаж восьми промежуточных опор а также строительная инженерная работа на обеих анкерных опорах идёт подготовка к монтажу путевой структуры установлены анкерные ну и мы помним мы с вами смотрели на нескольких вебинарах назад там были как раз таки тоже струны как их крепили вот и там целый был такой красивый красивые фотографии то есть можно будет тоже посмотреть вот новая модель пассажирского транспорта это краски то что нам показывали на производстве Беларуси разработан новая модель пассажирского струнного транспорта машина вмещает в себя двадцать пять пассажиров и будет проходить испытания в шарджа на четвертой линии трасса позволит разогнать модель до 150 км в час ну такой получается у нас в конце посмотрим фотографию то есть есть в таком в нашем классическом стиле машинки а эту машинку в таком немножко в другом стиле потом посмотрим вот дальше тендер на строительство трасс в Дубае тоже пару слов об этом сказал Анатолий Дарович чтобы было заключено ну как на примере что необходимо прежде то есть не всегда то есть иногда спрашивают когда вы уже будете строить там адресные проекты когда вы уже начнем построить ну вот как бы отвечая на этот вопрос он говорит что сами инфраструктурные проекты а такие вот глобальные как дороги то есть пассажирской станции где меняется целая инфраструктура города они не так быстро все это случается то есть даже на примере Дубая он говорит что было заключено соглашение о сотрудничестве с министерством транспорта Дубая еще больше двух лет назад но все это время происходит подготовка к тендеру то есть сначала подготовка тендера потом тендер потом еще какие то есть это ряд таких вот мероприятий которые растягиваются на полгода год два три вот и и тоже определенный конкурс вот сначала на проект претендовала 30 компаний из разных стран в итоге эксперты рта отобрали только пять предложений вот ну и он похвалил похвастался вот что в эти пяти компаний как раз таки мы тоже там находимся вот поэтому ну тоже такой интересный момент дальше новый высокоскоростной транспорт сейчас идет разработка нового высокоскоростного транспорта который по характеристикам будет превосходить существующую модель то есть мы все видели наш шестиместный юни лед вот будет насколько я понял тоже высокоскоростной но он же будет на 6 мест а будет мчать до 40 пассажиров немножко по-другому меняется там расположение кресел вот ну и в том числе вот говорится что улучшили аэродинамику вот и транспорт станет комфортнее в новой модели появится санузел то есть мы тоже много спрашивали как у вас там с туалетом ну в этой модели будет даже санузел кроме того мы проработали возможность соединить несколько машин чтобы повысить вместимость до 40 пассажиров ну в общем видео можно будет разобрать подробнее вот если ну будет желание ну а пока чтобы уже мы пришли к нашей наверное основной части диалога сегодняшней нашей встречи сейчас немножко немножко сократим время на на этот разбор вот ну и в принципе сам фонд сама площадка по себе развивается дальше вот я не знаю у вас подгружаются фотографии вот сейчас сейчас должно быть две фотографии у меня почему-то одна возможно это у меня связь вот напишите у вас сейчас две фотографии либо одна видна то есть должен быть здесь Владимир Маслов вот а снизу должен быть марафон поставьте два отлично значит у меня немножко связи я сейчас в гостях нахожусь вот поэтому может быть это так ну вот сверху мы видим что Владимир Маслов наш старейшина прекращает свои полномочия вот в качестве члена правления вот за более чем шестилетний срок совместной деятельности на нашем пути были и трудности достижений неудачи и успехи но приятных продуктивных моментов было больше вот ну и мы с уважением принимаем решение Владимира Марковича уйти на заслуженный отдых вот так что правление СВЦ благодарит Владимир Маслов за продуктивный самоотверженный труд в деле продвижения развития СВЦ так что поблагодарим Владимира Марковича за его работу вот ну и пожелаем хорошо дождаться своих дивидендов вот ну и дальше нести свет то есть ну мир ну и так далее вот вот ну и сам сама деятельность фонда продолжается и вот и продолжается она вот и в рамках бизнес-марафонов делаются выступала вчера Ирина Волкова и Франтишек Солар вот ну и сама площадка она сейчас в преддверии некоторых изменений вот ну и в общем то про эти изменения мы сейчас немножко поговорим в общем то эти изменения ради которых в общем то и собирали людей в Мариной Горке вот ну еще раз тоже напоминаю про челлендж который идет сейчас в кабинете СВЦ Champions Challenge вот который состоит из трех этапов вот первый этап у нас 1 мая по 14 июля второй этап с 15 июля по 14 сентября третий этап с 15 сентября по 14 декабря ну в общем здесь каждый этап идет своя статистика в каждом этапе то есть некий конкурс кто больше достигает результатов на каждый этап тот получает бронзовый серебряный либо золотой уровень вот ну и один из так скажем бонусных подарков одно из награждений это является поездка вот и на втором этапе это поездка в Доминиканскую республику вот поэтому кто хочет и мечтал побои в Доминикане вот участвуйте в этом конкурсе есть возможность такую поездку выиграть вот еще одним моментом интересным это розыгрыш миллиона долей тоже я думаю что интересный такой и третий аспект это доступ к предложению 1 к 100 то есть наши золотые чемпионы которые получают ну выигрывают золото приобретают доступ к предложению 1 к 100 вот и это предложение у них остается до конца 15 этапа то есть мы знаем что с каждым этапом дисконт падает вот но здесь есть возможность этот дисконт получить и получить его надолго вот поэтому кто хочет нарастить еще свой портфель вот такая возможность сейчас имеется так ну челлендж можно посмотреть в кабинете вот кто кому интересно заходим читаем смотрим сколько у вас уже баллов есть вот ну и принимайте участие вот таком вот конкурсе вот но переходя дальше уже к к нашим делам которые были на прошлой неделе вот и переходя к тому формату на который сейчас переходит площадка то есть сейчас внедряется новая система обучения партнеров вот свц 3.0 вот и приглашались в общем-то в марину горку спикеры из ну из разных стран в том числе и майкл бен который у нас есть в кабинете в кабинете его курсы то есть в общем-то было целое отдельное такое мероприятие на которое приглашались лидеры приезжали приезжало руководство и вот в мариной горке было такое торжественное открытие запуск этой программы началось то есть ну в прошлый раз у нас такая была немножко скомканная презентация вот ну потому как мы как раз были на этом эти три дня именно там вот и ну али кстати можешь уже включаться вот при желании может какие-то свои комментарии добавлять вот ну и продолжим уже дальше вот такой беседе о том что было на прошлой неделе ну и в общем вот мы видим кадры из мариной горки видим мы нашу трассу то есть ну напомню там есть участок 36 гектаров где находится непосредственно экотехнопарк вот и есть участок рядышком да олег привет есть ряд участок я не знаю потянет ли мое соединение да ну вроде бы нормально олега вижу только пока не слышу нормально нет вот сейчас да есть звук появился в общем встретили нас на площадке в экопарке акварель который мы очень давно хотели попасть вот и наконец таки попали ну и впечатления самые самые ну можно сказать позитивные встретил нас ресторан порто который находится там при самом еде в принципе каждый из нас может туда приехать своим ходом и ну в общем то все это посмотреть вживую пощупать по ну испытать на себе так встретили нас в ресторане потом устроили небольшую ну сейчас я в принципе опишу наверное пошагово что у нас было на протяжении трех дней вот ну и первое первый день как раз таки был таким грубо говоря где нас встретили где нас разместили свозили в экотехнопарк показали машины вот ну и вот мы видим здесь вот видите я с олегом то есть возле разных наших машинок смотрим фотографируемся все все ездило все было в движении то есть были самые такие положительные эмоции то есть ну в общем как всегда при посещении экотехнопарка так дальше ну вдаль дальше у нас была такой некая приветственная часть где в шатре в общем то всю всю нашу группу очень много было из из киргизии партнеров в беларуси было пять человек пять человек вот ну и в общем то тут мы видим в большом красивом таком шатре алексей суходоев как раз таки и поведал нам про новый формат который будет постепенно внедряться в компании то есть по именно про обучение новый формат обучения партнеров новый формат такой как бы новый сообщества то есть новый формат то есть ну в общем то все все нововведения которые планируется в ближайшее время то есть проект развивается проект растет вот ну и мы в общем то движемся на какие то ну на новые на новый виток спирали выходим вот ну и помимо таких официальных мероприятий были еще и вот творческие всевозможные вот мы с олегом здесь постарались картинки у нас были одинаковые вот но результат получился немножко разный ну кто кто как видит вот тут так и и рисует а могло что-то прокомментировать очень красивые картины у нас у всех были одинаковые картины вот но каждого получилось я пытаюсь включить чтобы потом не фонить нормально слышно меня нет ну да у меня микро микрофон поэтому ты в принципе можешь только чуть погромче сейчас нормально слышно нет вообще сейчас подожди секундочку я наверно у меня я все погромче сделал ну да нормально нормально вот всем еще раз здравствуйте я просто говорю что было очень неожиданно неожиданно как я вот написал в комментариях да название было не форум да то есть хотели уйти скажем так от официоза какого-то да и поэтому назвали не форум и вот я написал что было очень неожиданно было невероятно и незабываемо вот и в целом хочу сказать что вообще у Анатолия Эдуардовича всегда всегда когда вот кто был на этих эко-пестах всех да всегда очень здорово интересно незабываемо всегда о каждом скажем так у человека заботы всегда накормят всегда напоят вот всегда скажем так даже когда были вот помню в нашем году даже на стаду мы всегда были вот вот и тогда у нас тоже получило колоссальное удовольствие и в общем-то уходить не хотелось и вот в этот раз тоже конечно уже куча Леша претензий потому что бы ты не включил запись Леша как-то постеснялся в общем-то идет ну я говорю если руководство бы там что-то решило запороть что там мы не в форме оно бы просто не выпустило скажем так в эфир может быть это да ну там я веду в записи уже бы не пошло но в принципе говорю конечно же вот это вот из первых уст кто был то да конечно было интересно потому что мы тоже не знали пойдет связь не пойдет связь вот ну в общем в целом три дня хочу сказать вот у нас сейчас Леша выставил вам тоже гугл диск конечно фотографии не передают всего всех эмоций но я хочу сказать был те партнеры что были с нами вот особенно одна женщина у меня там она во второй линии и лидер уже вот очень быстро стала лидером вот я её пригласил она не могла поверить и что она не может быть она дочке вот у нас когда был ужин нам принесли счастье семь плют представляете вот разных блюд разные были скажем так ну напитки были разные блюда вот эти вот и она не могла поверить как это так но уже горячая была почему опять никто почему опять你在 В общем, пять блюд горячих, холодные тоже, салаты были разные, очень много, и она вот насчитала, вообще она семь насчитала таких полноценных блюд, которых можно было наесться, и даже уже в конце сказали, мы не можем уже, девочки говорят, давайте мы вам соберем, но, в общем-то, уже некуда было, потому что на следующий день тоже была еда, тоже были блинчики, мы все вспоминаем, да, с вареньем, с джемом, кто с мясом хочет, то все, вот. И не брали, в общем-то, Анатолий Эдуардович, действительно, рассчитанный хозяин, и, конечно, спасибо, конечно, руководству Skyward Community, но это все было на территории акварели, вот, и мы, конечно же, вот эти вот фотографии, я сейчас пересматриваю на Google диске, и говорю, что, конечно же, было очень и очень здорово, и единственное, что я говорю, что нам надо все-таки белорусам быть еще более активны, потому что нас было пять человек, а Киргызов приехал, да, Леша, там, не знаю, там, наверное, 50% плюс один голос, наверное, они, конечно, очень такие активные, позитивные, все, вот, и вообще, ну, вообще, вот, Марина Лепатова мне тоже сказала, что, вы знаете, какая у нас команда, впервые мне за белорусов не стыдно, ей всегда почему-то, она, говорит, в разных компаниях тоже была, как-то разрознена там вся, а это, говорит, и белорусы принимают, скажем так, на территории Беларуси, да, и наша команда ей очень понравилась, она вот как-то тоже напрягалась, как там будет все, новичок, как говорится, вот, ну, давайте вернемся к чему, к самому мероприятию, да, я говорю, Леша, конечно, так, много не может рассказать, потому что, ну, уже время ограничено, поэтому я, наверное, какую-то часть возьму еще вам расскажу, свои эмоции выдам, да, вот, но в целом, я говорю, просто незабываемо, действительно, значит, что, вот так вот, если быстренько, да, Леша, там, фотографии листаешь, да, как-то там, ну, вот. Ну, я сейчас включил как раз-таки ту часть, где у нас был первый вечер, вот, и как раз те самые блины. Вот, смотрите, шатер сам по себе, да, впечатляю, очень красивая сервировка, вот это вот, видите, мы так еще сели, у нас, получается, чуть ли мы там, как раз вот рядом со СВК, да, сели, вот, нас пять человек, обслуживание было индивидуально, ну, в смысле, индивидуально, на стол была, вот, у нас девочка тоже очень такая внимательная, аккуратная, и все, и спрашивала, какое, как, кому, какое вино, и мы так смеялись, потому что с нами была Ирина, она говорит, я не пью последние, уже несколько лет, я мясо не ем, в общем, потом смеялись, она и ела, и пила, ой, ну, в общем, веселились мы очень здорово, были танцы, да, были, вот, видите, вот, киргизы, они вот, такой коврик для, скажем так, намаза, да, вот они сделали, подарили Надежде Косыревой такой, вот, да, конечно же, она там, это, скажем так, это произведение, такой ковер займет достойное место, уже, конечно, не для намаза он будет, но, в принципе, размер такой, да, вот, было, я говорю, были танцы, были, там, конечно, нас порадовали Суходоев, Угодряшов, когда спели песню вместе, да, вот, и там был такой, вновь продолжается бой, и вот вместо Ленина, да, пели Юницкий такой молодой, да, и юный Юскай впереди, в общем-то, так, переначали, было весело, вот, и закончилось это вот таким грандиозным салютом, действительно, опять-таки, я говорю, кто знает салют, очень тяжело фотографии передать, вот это вот все прекрасные моменты, ну, в принципе, фотография Леша, вот, красивую поставила, да, мы все были на улице, все, это все нас осветило, в общем, было очень красиво, все радовались, как дети, и с нами даже были дети, вот, там, там был, это Рахманов, он с Узбекистана, да, вот, они всей семьей приехали, мама, вот, и двое сыновей, один уже, который, который, вот, уже даже занимает хорошее место, вот, в бизнесе, и 20 лет мальчику, вот, Леониду, но он очень и очень активный, и поэтому я даже его привел в пример своей дочери, вот, ну, что, Леша, там еще у тебя будут фотографии, какие-то, я там, не знаю, что там понравилось. Да, да, ну, сейчас, это был первый день, вот, потом, плавно переходим на второй день. А, когда нас вывели всех, я, конечно, я говорю, что, конечно же, расходились все за полночь, и еще какие-то были эмоции, разговоры, в общем-то, не высыпались, ну, когда, там, в полседьмого прозвонил звонок Леша, там, его и будильник был, и потом, скажем так, и партнеры звонили, вот, да, что, давайте, вставайте, все, я говорю, боже мой, а потом подумал себе, ну, боже мой, надо все-таки действовать. Ну, видите, многие были в кроссовках, но я говорю, действительно, я сразу разулся, потому что это действительно счастье, когда вот по травке так вот можешь походить, побегать, действительно, было великолепно, великолепно, вот эта зарядка была такая, она действительно зарядила, потому что все дни были такие вот очень насыщенные, Поэтому надо было быть в здоровом теле, должен был присутствовать здоровый дух, несмотря на недосып и так далее. Леш, как ты там тоже позанимался хорошо? Порастягивался? Да, да, да. Все позанимались, зарядились. Ну и потом пошли на... Видите, тоже рядышком с шатром был завтрак. Тоже те блинчики, про которые Олег говорит, сырники, блинчики с мясом простые, с джемом. В общем, такой на свежем воздухе, под солнышком с утра. Да, конечно же, мне удивило, что киргизы, это нам повезло еще, что они пили чай все время, да, там, вот, для них много там было. Ну, что там, кипяток налило, и это... Ну, наши все европейцы, это, конечно, в очередь стали, это кофе, кофе. И там очередь свою прозевал, там был седьмой, стал семьдесят седьмой, типа такого, да. Вот. Ну, в общем, мы там за кофе, конечно, в очередь была кофемашина, но она, в общем-то, не справлялась с нашим потоком, потому что кофе, кофе и кофе, вот это, конечно, спасало. Вот. Ну, в общем-то, да, зарядка была хорошая, потому что там был парень, который, кстати, выиграл название, он сам с Украины, представляете, вот, и приехал, вот, и я такой, не знаю, Леша, он сейчас где живет, вот, конкретно. Ну, в общем-то, он выиграл вот это вот название платформы, потому что был конкурс. Я, кстати, забегая вперед, могу сказать, что я вошел в финал, занял третье место, потому что я назвал платформу одним названием, но победила, в общем-то, вот это вот у нас вообще с вами Skyward Community, а он назвал Smart World Community. Вот, действительно, потому что очень большую работу проделал руководство, проделал наши тренеры, и вот это вот действительно Smart World Community, потому что, действительно, сейчас начинается очень серьезное обучение. И вот, кстати, он вел и зарядку, вот, может быть, ему поэтому и суждено было победить, да. Ну, вот, наше, скажем так, после завтрака, вот, мы уже одели все эти майки, в которой, кстати, я тоже, вот, видите, я в этой майке, сейчас я посмотрю себя на правду. И мне тоже. Да, вот, да, вот, да, отлично. Майки, кстати, были очень такие вот яркие, и они как-то мы так тоже, они очень приятно, кстати, вот, было жарко и ветрено было, и они спасали и от ветра, и от жары, вот, и действительно такие вот очень, ну, приятные в носке, и поэтому мы всех с удовольствием и ходили, вот, и получилась такая вот, уже практически все было, единая такая команда, Dream Team, вот. Ну, и вот обучение, конечно, это был у нас Майкл Бэнк, да, Леш, этот день уже, потому что столько было дней, да, вот. Вот, было очень здорово, было обучение, и Майкл Бэнк говорил на английском, ну, все, конечно, все понимают, ну, кому, кто не понимал, переводила жена его, она с России, вот, и она очень хорошо и эмоциональная, эмоционировала и переводила хорошо, и они вместе очень хорошо контактят, в общем-то, супер-пупер было, в общем-то. Ну, кстати, вот это вот у нас на платформе, это тоже его супруга, кстати, они там появляются, как виртуальные такие, так что вот все это, да, обучение было очень такое тоже длительное, целый день, но опять-таки с перерывом на кофешопы всякие, и все было, все было очень грамотно, продумано, очень здорово, очень здорово. Леш, что там у тебя дальше? Ну, я добавлю еще немножко про Майкла Бэнка, допустим, меня поразило, то есть, сразу, когда начал вещать, прям вот это его энергия, то есть, такой бодрость, голос, энергия и так далее, амигу давайте, вот, а потом в конце встречи он сказал, что ему-то, оказывается, уже 70 лет, вот, ну, и тут было вау, было вау, аплодисменты, потому как, ну, в 70 лет, ну, ему дашь, там, 50, вот, но, ну, никак, то есть, да, да, прям хорошо он выглядел очень, так, да, все, голос, все, все знает, что, все как, ну, действительно, очень хорошо выглядит, ну, вот, о чем говорит, что он, если ты занимаешься, продолжаешь заниматься, тем более умственным трудом, да, вот, надо поддерживать, надо очень много держать информации в голове, вот, и, конечно же, очень вот это, он восхитительно все это преподнесся, и в то же время он был, действительно удивил всех, что, действительно, он говорит, мне 70 лет, но я, говорит, еще, скажем, во всеоружии, и, ну, очень, очень много у него еще планов, и, кстати, он очень и очень тоже восхищение от нашего транспорта, и поэтому ему, у него есть очень влиятельные, скажем так, селебритис такие, да, ну, так вот, как Алексей Суходой вообще назвал, говорит, ну, вот, если там Ди Каприо там или там Сталлоне, так это, говорит, уже к вам-то, да, привлекайте таких людей, он говорит, да, 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 говорит, хорошо, говорит, потому что он сам в восторге именно от транспорта Юскай. Да, и он вообще должен был приехать вживую лично, вот, но его, ну, на границе не пропустили, развернули. Потому что он сейчас находится в Узбекистане, я не знаю, у нас была такая ситуация, вот, с моими родственниками тоже, там, Олю пропустили тогда, ее мужа не пропустили, в общем, непонятно, как, что, чего, да, очень многие, вот, и сестры мои сейчас не смогли приехать, потому что, получается, если через Польшу, это выгоднее, получается, на самолете Ryanair прилететь из Барселоны, допустим, в Польшу, в Варшаву, а оттуда, там, на транспорте. Однако, получается, что, да, нужна виза, вот, как оказалось, а визу они не успели сделать, потому что, ну, там были свои причины. Вот, ну, в общем, да, Майкл Бэнк, его развернули, то есть, где-то, не знаю, в аэропорту или там не выпустили, но, в общем, ну, в принципе, я, как говорится, конечно, всегда живьем интересен смотреть, но, в принципе, и так было живое общение, это было Zoom или Skype, не знаю, в общем, да. Ну, сказали, в общем, а, чем, Леша, сказали, что давайте тогда лучше встречаться в Дубае, вот что я помню. Ну, и все сказали, да, он сам и предложил, сам и предложил. Да, проще всего, говорит, там никто никого не остановит, так что все давайте next time, говорит, уже встретимся в Дубае. Да, да, ну, Алексей Сухолов ответил, ну, мы подумаем. Так, ну, дальше. Ну, самые заслуженные, получается, участники, самые, как сказать, проявившие себя во время обучения получили тур в баню, в сауну. Ну, и, в общем-то, это та самая баня, с которой мы как раз-таки и вещали прошлый наш вебинар. Да, я хочу сказать, что мы действительно, ну, вы знаете, скажем так, меня, что я не люблю сидеть на месте, да, и вот это вот выражение, которое в свое время я услышал в сибирском еще здоровье, давайте так вспомним добрым словом, да, что действительно называется «все деньги на сцене», поэтому я ребят всех подначивал и говорил, ребята, не надо девать. Ну, в общем-то, я личным примером все это показывал, и вот, видите, одно из таких награждений было у меня в СПА. Ну, то есть была баня, у нас банщик был, для девочек была девушка, для нас был парень, вот. И так получилось, почему Леша и застеснялся, наверное, включать видео, потому что мы вещали. Сначала Леша был в другом месте, он шел в майке и в плавках, да, Леша, вот, и рассказывал. А потом уже я подключился, как раз, вот, у меня должна была быть, действительно, моя очередь дошла, чтобы меня попарили. А тут Леша говорит, а Лея, включайся, ты где? Вот, в общем-то, я уступил свою очередь, вот, ну, в общем-то, потом все равно все. Вот, и пригласил Лешу, потому что у нас получилось одно вакантное место, и я сказал, Леша, все, раз я здесь, я тебя тоже с собой зову. И Леша все-таки шел, рассказывал, показывал, это было очень здорово. Леша, конечно, я не знаю, как ты расплатишься с теми людьми, которые это не могут увидеть, и со мной я не знаю. Вот, ну, в общем, Леша почему-то решил, что это, как бы, слишком эксклюзивно. Вот, ну, в общем, да, в конце он так и сказал, да, кто, кто, кто был на стриме, значит, тот живьем, тот посмотрел, а в записи не будет. Ну, да, в очередной раз, скажем так, Леша распорядилась, судьба распорядилась так. Вот, Леша дошел, вот, у нас действительно было очень травяной чай, там были меды, орешки разные, в общем, было великолепно. Я, кстати, открыл сезон, наконец-таки, да, я, хотя нам все подписывали бумагу, что купаться на территории парка нельзя нам, вот, но, как оказалось, лидером, вот, и участником можно, если ты находитесь, таки, ну, действительно, место там, в бане, вы знаете, кто был в этой бане, там есть специальное такое вот озерцо. Поэтому мы все там после парилки туда прыгали, я получил колоссальное удовольствие, ну, вообще-то невозможно писать, потому что надо, скажем, ну, кто был в бане, кто действительно можно вот так вот. На природе это вообще совсем другое, совершенно другое, так что супер-купер, да, везли на лошадках таких вот, вот, так что довезли, накормили, напоили, вот, баньку истопили, в этом, в озерце в этом искупались. И провели еще и стрим, супер, Леша, молодец. Ну, и как раз, да, 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 вот видите, что Олег плавает, а сзади у него там дорога на заднем фоне. Да, и, кстати, да, и вот в этом, возле этой баньки, возле озерца, как раз там вот это вот стоит промежуточная опора, она поворотная, то есть там еще будет как раз, вот, я говорю, это вот этот вот, действительно, Юлайт, он будет называться, он будет здесь поворачивать, действительно, ну, ребят, ну, в общем, очень здорово, вот, действительно, в чем, в чем прелесть, я вот все время улавлю, вот о чем Анатолий Эдуардович говорит, что человек должен жить на природе, воспитывать детей, строить дома, и вот, из дерева, да, вот, слиться с природой. И вот действительно, вот, и у нас будет, ко всему прочему, вот это вот еще над нами будет вот это вот безопасный транспорт проходить, то есть мы будем в любую точку, в общем-то, попадать очень быстро, благодаря этому транспорту, но при этом он вообще не будет никак влиять на наше мироощущение. То есть вот, ну, будет над нами проезжать красивый Юнилайт там или там Юнибус или еще что-нибудь, понимаете, вот, поэтому, так, пропало? Нет, нет, вот, да, поэтому все, вот это вот очень здорово, я вот ощутил, что это действительно колоссально, колоссально, и вот то, что я нахожусь здесь, а вот, в общем-то, транспорт там дальше, там он и ездит, и действительно, Клюша говорит, вон, пожалуйста, никого, нету ни дыма, нету ни шума, вот, нету ощущения, что ты там где-то в каком-то загазованном городе, это действительно супер. Анатолий Эдуардович, огромное спасибо вам за акварель и за транспорт. Да, ну и по окончании уже нашей купели, по окончании вебинара, вот, мы еще, да, сделали один заход с профессиональным парщиком, вот, ну и потом уже был вечерний такой небольшой тоже фуршет, вот, на котором люди из разных стран привозили всевозможные вкусняшки, то есть мы, в свою очередь, взяли сгущенку и зефир, из Узбекистана привезли вот такие лаваши и заварные всевозможные из сухофруктов, тоже сладости, вот, Франсишек Соло привез свою книгу, которую он написал, тоже дарил, вот, ну, мы, к сожалению, не попали как раз, но... Потому что мы так с Лешей парились, что потом нам уже, где вы вообще пропали, вы там живы, и мы уже пришли, уже все и потемнело, и вот, ну, кстати, вот, да, рыбка, которая была, как раз две рыбки осталось, да, Леш, как раз вот прям ждала нас. Да, оставили нам рыбки, да, 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 вот, Франсишеку, конечно, мы еще, думаю, книги эти получим, вот, но действительно, я говорю, что здесь уже парились так хорошо, еще вот это вот все, вебинары, все, в общем, ребята нас уже там, девчата нас потеряли все, но, в общем-то, мы нашлись, да. Так они потом приходили к нам, вы что, вебинары с бани проводили? Да, были вопросы, да, были вопросы. Вот, просили запись, но мы сказали, ну, к сожалению, уже запись не дадим. Да. Так, ну и третий день уже у нас начался с самого утра опять, то есть в 7 утра нас поднял будильник, вот, несмотря на поздний... Уже была рыбалка, Леша, нас подняла раньше. Да, 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 и нас вот на таком вот мобиле, вот, Нива-мобиль, вот, завезли на еще одно озеро, вот, и там уже мы хорошо половили, ну, как раз у нас наши самые лучшие рыбаки, вот, здесь, на картинке. Да, Ира поймала 5 штучек, одна вообще у нее маленькая была, но я вам сразу хочу сказать, для любителей, вот, кто, скажем так, рыбок, нам разрешили их отпустить, то есть мы действительно фотографировали, и отпускали, потому, ну, как бы так, вот такая была договоренность, ну, потому что, ну, вы знаете, что вроде бы по закону там не выпускают обратно, но нам сказали, нет, вы можете отпустить, вот, так что мы отпустили, вот. Но все равно ощущение колоссальное, вот, да, когда вытягиваешь такого вот осетра, вот, я два поймал, и один у меня сорвался прям такой, ну, очень все это красиво было, да, это, знаете, эмоция. А Ира поймала 5, она, говорит, 4, но там один маленький был, она там вообще как-то зацепила, там непонятно, чуть-чуть не заплавник, и все. Я, получается, стоял между Ирой и Олегом, и, получается, у рыбы не было даже шансов ко мне доплыть. Да, Леша, Леша, потом уже, когда уже стали расходиться все, Леша говорит, нет, я остаюсь, я говорю, Леша, мы сейчас опять опоздаем везде, где можем, вот. Ну, в общем-то, ну, кстати, Леша, давай так скажем, в прошлый раз, когда мы поехали тоже с детьми, и там оказался Евгений Кудряшов, и Кудряшов тоже ловил на этом озере, это, да, форель, кстати, и Леша поймал две форели, вот. И я, кстати, не поймал Леша, так что 2-2. 2-2, ну, так что вот так. Вот, колоссальное удовольствие, да, спасибо, опять-таки, за вот эту вот рыбалку, все очень здорово, вот. Вот, и, конечно, мы потом вот отправились уже, половили, Ира, конечно, тоже вот, женщина там, конечно, как-то вот, подсекать там, может, не так умеют, ничего, но ловила, как говорю, как будто, прямо вот, знаете, как на черных камнях был клев. Да, да, да. Ну, и, кстати говоря, потом в конце нам сделали подарок каждому присутствующему, подарили пакетик вот такой, со ситром. Да, они уже, как это там, в специальном пакете, да, то есть вот, да, кто был, уже было вот отдельно. Каждому дарили книги, там, сувениры, да, эти самые, календари, вот, кстати, картины, да, и дарили именно вот рыбка в специальном пакете. На третий день еще у нас Наталья Иванова прочитала свой мастер-класс по продажам, то есть как систематизировать именно продажи, как, чтобы это было все по полочкам с правильно поставленными целями. Здоровский, да, очень здоровский, скажем так, контент, и проблема единственная в том, что она говорит, у меня мало времени, мне надо, вот, как Майкл Бэнк, как минимум целый день, да. Может, говорит, не пойти на производство, и все-таки замерли, как не поехать на производство, потому что на производстве никто не был, да, не Леша, вот, который с 2014 года, вот, не другие люди, а тем более, которые приехали, и, конечно же, тут Наталья сокрушала, что времени мало, но, в общем-то, очень, ну, большая, конечно, там плотность информации, надо изучать, очень здорово, я думаю, что мы это все через новую платформу сможем освоить, и, ну, я думаю, что кто хочет продвигать проект дальше, он очень много возьмет из этого мастер-класса. Да, да, да. Ну, и, в общем, тут в конце уже у нас ближе к обеду была такая фотография финальная, вот, ну, и дальше нас повезли на производство. На производстве у нас, к сожалению, телефончики попросили не брать, вот, кто с тобой взял, пришлось оставить, вот, но, тем не менее, вот, я тоже думаю, ну, какие-то же фотографии надо поставить, то есть, нельзя же белый пустой лист, вот, ну, поэтому нашел кое-что в интернете, то есть, в принципе, эти фотографии есть, там, либо из роликов, видеороликов, либо еще где-то, ну, и вот здесь видно два здания, одно здание, которое было куплено изначально, вот, рядышком белое здание, которое было построено, вот, мы тоже все наблюдали, как его строили, ну, и нас провели, в общем-то, сначала по одному зданию целиком мы посмотрели, вот, потом провели по второму, ну, и, в общем-то, из увиденного снизу... Во-первых, нас все равно фотографировали, был все равно профессиональный фотограф, вот, я думаю, что сейчас тоже какое-то время, может быть, пройдет, все равно этот репортаж выйдет, наверное, что мы там были, так что мы это еще включим, скажем так, в один из наших будущих вебинаров, вот, и поэтому фотографии должны быть, то есть, мы там были, и это все засвидетельствовано. Ну, сейчас просто, допустим, открывая последнюю новость, которая была в кабинете, там, про вот этот вот держатель для струн, там были сзади фоны, ну, в принципе, на фоне видно, что там, вот, и когда фон смотришь, что там у него на фоне, вот, видно, в том числе, вот здесь вот на картиночке, новый, новый вид, вот, тот самый новый Unibus, который сейчас разработан, то есть, где у него обзорность на все 360 градусов, то есть, он такой вот, ну, отдельная новая модель. Мы спросили, да, вот, ну, я думаю, там, это уже, новость это ходит, вот, и, как бы, вот, должен же быть вот такой, обтекаемый и так далее. Говорит, это заказчики уже заказали такой, и заказ там в том состоит, что есть боковые окна, да, а есть лобовые вот эти же окна, и говорят, да, вот как в Эмиратах, именно как вот метро идет, как я вам рассказывал, что там же, так как нету водителя, вот, пассажиры могут наблюдать впереди, вот, как, ну, все это вот шикарный вид. Поэтому именно шаржи заказали именно такой вид, и мы разработали. И вот именно вот этот вот уже Юнибус, он называется Юнибус пятого поколения. Махина, я больше, Леша, поразился, что вот именно, ну, скажем так, форма, вот, допустим, пассажирского вот этого салона мне не очень понравится, мне нравятся более обтекаемые такие, ну, раз заказали в шарже заказчики, значит, это их. Но то, что над верхом, вот это меня поразило, там, ребят, целый метр, наверное, может и больше, вот эта вот вся система вот этих вот колес, мотор-колесо, скажем, сколько там охлаждений, сколько всего-всего-всего, это поразило меня. Я просто вот, я даже не думал, что, представляете, там действительно гений, вот, Анатолий Дарьевич, потому что там такое создается, там просто фантастика. И мощность там, когда я спросил, там тоже было мотор-колесо лежало, вот, и я говорю, о, можно брать? Они говорят, ну, берите, я говорю, на велосипед поставим, говорят, нет, вы тогда взлетите. И я как-то так, кстати, вот эти слова, я говорю, что сейчас работа вот вообще с энергиями, да, и я вам хочу сказать, что это действительно работает, потому что так получилось, что я, у меня тоже есть электровелосипед, и я думаю, ну, как там, можно ехать и так далее. У нас уже был инцидент с женой, но там все как-то нормально обошлось. А то, значит, получилось так, что я ехал и решил автомобиль обогнать, он ехал в этом, параллельном, и он поворачивает и как раз переграждает мне путь. И я, в общем-то, на тормоз нажал, а вот эта вот газовая вот эта ручка, которая электромотор мой заводит, я ее как бы, ну, не, потому что это было очень резко. И потом я отпускаю, ребят, этот самый тормоз, и меня вот этот, как ретивый конь, велосипедик этот маленький, в общем-то, чуть ли не сальто я сделал, и получилось, я оказался на, ну, как бы, на спине. В общем, я вырвался из меня, и вырвал меня вообще так, что это маленький вот велосипедик, и, да, и упал я, ну, слава богу, вот жив-здоров, ни сарапинки, ничего, ну, вот вырвался прямо вот в какой-нибудь ретипы. А теперь я представляю мощь вот этих вот, вот этого вот профессионального транспорта, это, ребята, это действительно вот просто фантастика, что это такое будет. Это, это, я вот теперь ощущаю это, просто с его собственной кожей почувствовал. Вот так вот. Ну да, когда же побываешь на производстве, то просто понимаешь, да, на самом деле, сколько там маленьких деталек, сколько там проводов, сколько там всего схем, сколько там все завязано, там каждый болтик изменяется, там вся конструкция может поменяться. Показали нам 6 станков, да, вот этих вот 6 японских станков. Один мы вообще очень близко и сказали, что, да, мы гордимся, что у нас такие станки, и к нам сейчас приходят заказы с других производств, потому что никто не может в Беларуси как минимум сделать такой же, поэтому какие-то заказы мы берем от других заказчиков здесь выполняем. В общем-то, вот такая вот тоже гордость. Супер все, все такие вот умнички такие, смотришь, серьезные люди и думаешь, такие, гордишься нашими белорусами, нашим производством вот этим, нашими людьми. Супер, молодцы. Да, ну и привел пример ближайший с МАЗом. То есть была команда МАЗ, которые должны были участвовать в гонках Париж-Дакар. И там тоже в этих гонках борются за каждый килограмм. Он привел пример, что мы сделали кабину, даже не кабину, а, по-моему, капот для МАЗа. И в обычном исполнении он весит 100 килограммов, а мы сделали капот 50 килограммов. То есть фактически в два раза снизили массу. Ну и вот такие вот мелочи, мелочи, и в итоге получается очень крутая. И они на Париж-Дакар в связи с этими событиями не пустили, но они уже где-то заняли призовое место в другом конкурсе, вот тоже он сказал. Ну, вот такие вот дела. В общем, молодцы. И, кстати, вот этот вот электромобиль, сейчас вот он был, вы помните, в 19-м году уже он демонстрировался, был на ходу, а теперь есть заказ на тот же автомобиль, но в ДВС-исполнении, двигателе внутреннего сгорания. Потому что там, да, где-то вот такой заказ. И тоже он разработал, говорит, вот две сестры, две машины, либо два брата, как автомобиль, как АЗТР. Ну, в общем-то, сейчас так. А то же самое внутри салона тоже, что люди с ограниченной возможностью передвигаться на коляске, могут сразу туда остановиться. Все это есть, да, внутренний салон не изменился практически. Вот все это тоже уже не относится к ЮСТ, ну, в смысле, уже, скажем так, другие люди все это продвигают. Но делается, видите, опять-таки здесь. Вот такие вот вещи. Ну, и как Марина Лепатова отметила, что мне впервые за Беларусь не стыдно. Она вообще сказала, да, она сказала, я поражена, просто поражена. Она не могла успокоиться, вот, да, она действительно. Потому что всякий раз, как вот многие, почему мы это обращаем внимание, многие партнеры всегда, ну, что там, ну, как там, ой, опять ждать, вот это вот нытье-нытье. Ребята, там каждую секунду происходит вот это вот, что-то делается, постоянно улучшается, постоянно модернизируется. Это надо видеть. Вот я когда-то вот тот Юнибус увидел для Шаржа, я просто вот рот открыл, и, в общем-то, наверное, вот так бы, если там фотограф был, он меня мог так и увидеть. Потому что я просто обалдел. Знаете, когда вот что-то тебя поражает, там, на ракету смотришь, там, я не знаю, там, или когда идешь на самолет какой-то, вот, я помню, мы тогда тоже с женой перелетали, и вот это World of Tank, вот наша Белавия, было раскрашено в черной, и написано World of Tank, да. Вот, это тоже было интересно с фотографией. Тут я вот, так как мы не могли фотографировать сами себя, но я действительно вот залип на вот это вот, я встал вот так, рот открыл, и все. И, кстати, кстати, Леша, там еще рядом показывали уже юниконты. Вот одна голова, как он вырызался, вторая уже практически они сделаны. Вот это вот, и там внутри такие перегородки, вот это вот, как это называется, рама, рама вот это вот, да, там такие уже, ну, чтобы выдерживать вот это 50 тонн. Ребят, ну, фантастика. И Марина Лепатова просто еще, хотя она занималась, она сама приехала в свое время из Челябинска, что, кстати, тоже вот интересно, да, оттуда Суходоев Алексей, и она говорит, у меня первая работа была на производстве, я на заводе работал, в общем-то, и она говорит, я поражена вот этим вот действительно, как вот нашим вот этим вот, ну, то есть я знаю толк вот в этом производстве. Мы, кстати, вот после этого были еще на одной встрече, и там тоже, ой, там, ой, это Skyway, этот Skyway, а Марина прям вот она прям с грудью встала и стала защищать и говорить, и вот эти люди, которые там, в общем-то, знаете, там онлайнер поначитались, или там кто-то сказал ОБС, одна баба сказала, да, вот, они назначили вторую встречу. А так люди, да, люди при деньгах, люди хотят инвестировать, и вот сейчас у нас планируется вторая встреча с этими людьми, которые вот даже при такой небольшой встрече мы смогли их переубедить, что надо обязательно обратить внимание на эту компанию, поэтому только вперед. Да, производство супер, и поверьте мне, что я очень тоже жду фотографий, потому что я прочитал в внутреннем чате, у нас Аня очень сокрушается, что вот выставили, значит, на Яндекс.Диск фотографии, а производства нет. Но ничего, будет, значит, чуть позже. Очень здоровское производство и очень впечатлило. Так что если какие-то будут фотографии, будет, конечно, супер, да. Ну да, да, ну я думаю, что они будут, вот, как только появится, думаю, что мы на дальнейших наших встречах их, конечно же, покажем. Вот, ну и тут Валентина нам, вижу, написала. Благодарю вас, Алексей и Олег, за такой классный сказ. Вы от радости так светитесь, стрим был шикарный. Вот, и сегодня на вами переданы радости и вдохновения, молодцы. Спасибо, спасибо за какой комментарий. Таисия, спасибо, что были на стриме. Да, конечно, так, знаете, ну, вообще, неожиданно, когда Алеша, да, мне говорит, все, Олег, люди ждут, все, выходи. И, конечно, вот это вот, мне даже воздуху первое время не хватало, потому что я вообще не ожидал, как, что, чего, пойдет ли связь, как, что. Ну, действительно, раскрасневшийся после. Ну, Валентина, спасибо вам за ваш комментарий. Опять-таки от меня тоже благодарность вам. Спасибо. Таисия написала. Спасибо, ребята, за показ и рассказ. Благодарность Юницкому. Дай бог ему здоровья и успехов в его деятельности. Восемь лет поддерживали проект. Поможем и дальше. Успехов всем нам. Да, Таисия, спасибо. Таисия, действительно, надо вам осознавать, вот сейчас, после нашего рассказа, если мы с вами могли вам сказать, что да, создается обучение. А почему создается обучение? Потому что Суходоев не раз во всех этих поездках, вот наших, которых мы были в Дубае, вот на этой поездке, он и говорил, что работа с 15 этапом не заканчивается, а только начинается. Вот это вы должны осознать те люди, которые проявляют вот такой вот интерес, который продвигают этот данный сейчас. Мы сейчас, как я вот предложил тоже, нам нужно 3000 спартанцев, чтобы вот этот весь транспорт поехал, потому что все равно, знаете, теория вот этого шести рукопожатия и так далее, все. И я вам хочу сказать, что действительно сейчас вот уже, когда ты видишь, что каждый день люди делают, работают, все это движется, и я вопросы такие задавал. А вот если будет нескольких стран сразу, а вот если там будет, Сям будет, там называл страны, которые я, ну, скажем так, знаю, что там делается, вот если сразу все хотят 100 километров, 20 километров, 500 километров, он говорит, поверьте мне, уже это все продумывается, все инженеры, скажем так, есть, которые умные головы, а вот людей, которые научить на этих станках работать, это, в принципе, мы над этим очень плотно работаем, и, в принципе, ну, все равно, как мне сказали, не получается, так что сегодня я хочу, завтра уже и транспорт. Понимаете, вы посмотрите, Минское метро сколько строилось, да, вот, поэтому был ответ директора, он сказал, что в течение двух лет любую трассу мы сделаем, вот от А и до Я. Поэтому за это время, говорит, можно научить, все, ну, а конструкторское бюро, оно, конечно же, здесь и работает, и на производстве люди, вот, инженеры, они все понимают и знают, а научить вот уже, как делать это, в общем-то, масштабирование уже продумывается, как это будет и так далее. Поэтому дальше нам нужно действительно вот просто осознавать, что уже стартап перешел в коммерциализацию, и вот это спокойно вы теперь просто знаете, что сейчас уже делается все, уже делается, и есть несколько стран, которые пока не озвучиваются, опять-таки, действительно, что сейчас лучше нельзя вот, чтобы не обвинили, не извратили, знаете, не оболгали, поэтому Анатолий Эдуардович уже вот это все накладывает табу до тех пор, пока это все уже сидит, не поедет. Хочешь рассмешить Бога, расскажи свои планы. Поэтому вот это выражение сейчас очень актуально, тем более в наше непростое время. И, кстати говоря, вот ты говоришь, что все втайне, ну, как бы в секрете хранится. Я помню момент, когда решался вопрос с землей в Беларуси. Ну, тогда же как раз забрали площадку в Литве, вот, и уже когда искали землю в Беларуси, никто не знал, где, знал только один человек. Вот, и даже когда мне, я был у Иниска как раз-таки, ну, там в офисе, вот, я спрашиваю, так, а где все-таки? А то мы никто не знаем, скажите. Говорит, не скажу. Говорит, пока мы не получим документы, никому ничего не скажу. Вот, ну и все, и благополучно, получается, в Мариной горке получили, вот, и так далее. Я думаю, что здесь так же, как мы уже несколько раз уже были такие вот неудачные попытки огласить, вот, поэтому тоже уже Анатолий Дарьевич в этот раз тоже молчит до последнего. Вот, пока уже не будет уже вставлено. Все делается, все движется, а уже когда будет возможность, мы это узнаем тоже одни из первых. Вот, так что все делайте, ребята и девчатки. Елена Степина написала, благодарю за встречу, очень информативно, позитивно и красочно, просто супер, радуюсь вместе с вами. Да, Елена, спасибо. Вас там не хватало, вот, но надеюсь, в следующий раз у вас получится. Я еще раз говорю, что по возможности такие мероприятия надо посещать, потому что вы все тоже те люди, которые горят, которые зажигают, и которые, опять-таки, несут этот свет в массы. Поэтому давайте, наша команда, пусть дорастет в следующий раз до 10 человек, потом до 20, потом до 100 человек, чтобы, чем мы хуже, чем киргизы. Давайте, скажем так, быть более собранными и помогать друг другу, как вот это было до сели. Потому что все, действительно, очень много, я говорю, слов благодарности, говорил и Елене Степиной, вот, и Алексею Новомуевичу. И, опять-таки, говорю, очень горжусь, действительно, супер наша команда вообще. И, начиная, скажем так, от последнего, скажем так, инвестора, который там, может, 100 долларов положил. Но, я говорю, эти денежки, действительно, очень пригодились. И, конечно же, вот это все производство просто в восторге, да. Как, что, все, чего. Вообще, руководство сейчас СВК, когда вот это все провело, вообще, акварель, просто великолепный. Это действительно лучший парк на данный момент, в котором я был, да. И, конечно же, вот эти вот те люди, которые сейчас формируют вот эту вот платформу, это действительно профессионалы с большой буквы. Поэтому, я думаю, что количество скептиков просто будет пачками отваливаться. И мы будем двигаться только вперед. И, как говорится, построим Юскай по всей планете и спасем ее. Да, да. Ну, и Валентина, вот, конечно, написала очень интересный вебинар. Спасибо, да. Ну, все тогда, Леша. Что-то, что-то, может, еще будет через недельку. Да, я тоже постараюсь, скажем так, какие-то, может, свои еще фотографии посмотреть. Может, вообще, я сейчас смотрел, действительно, прям вот вспышками таким открываешь фотографию. О, оказывается, какой засняли. Это, это, это. Поэтому, вот, Леша, тебе спасибо за тоже, за фотографии, которые ты поставил, да. Было очень здорово, да. Было сложно все это выбрать, конечно, из этого огромного массива. Ну, самое главное, вроде, постарался, показал, чтобы уже так сформировать картину, что делали, где были. Да, отлично, передать. Ну, тогда, ребят, спасибо вам большое. Спасибо. Мы не подчаиваемся, мы говорим до новых встреч, вот, до следующего четверга. До следующего четверга. Все, всем пока-пока, всем спасибо за участие. Все, счастливо. Субтитры сделал DimaTorzok